Вернувшиеся домой с фронта российские военные совершили как минимум 211 преступлений с человеческими жертвами, в том числе 114 убийств, в результате которых погибли 139 человек. 64 случая нанесения тяжких телесных увечий, жертвами которых стали 64 человека. 20 нарушений ПДД, повлекших смерть 31 человека, подсчитала верстка. Как правило, преступления совершают уже ранее осужденные россияне, которые были завербованы на войну России против Украины. Многие из них после получения ранения возвращаются не в тюрьмы для отбывания наказания в российские города и деревни. И практически сразу совершают повторные преступления. При этом жертвами, как правило, оказываются женщины. Это растет. Насилие в отношении женщин в России на очень высоком уровне. Тысячи женщин погибают каждый год в результате домашнего насилия. В России нет закона, который бы четко криминализировал домашнее насилие или насилие по половому признаку. Многие из возвращающихся, и это новая тенденция, совершают новые насильственные преступления, начиная с женщин, девушек, детей, включая сексуальное насилие и убийство. Мариана Коцарова, спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в России, цитирует издание «Голос Америки». Неотвратимость повторных преступлений и самого высокого показателя преступности в России за последние 13 лет. Более 400 тысяч тяжких или особо тяжких преступлений напрямую связано с подписанным ранее указом Путина об амнистии преступников, воюющих в российской армии. Убивают, насилуют и грабят. Так ведет себя путинская так называемая «новая элита». Свыше 120 жителей Кореневского района Курской области подписали коллективное обращение к Путину. По словам местных, в поселке и ближайших населенных пунктах разграбили десятки магазинов и жилых домов. Кражами занималась российская армия. В ПГТ Коренева не было военных в ВСУ ни дня. Но все магазины, автозаправки, аптеки, уцелевшие жилые дома вскрыты и разграблены. Да, положением КТО разрешено беспрепятственное проникновение в любые помещения. Но данный режим не дает право участникам совершать преступления, грабить, воровать. Люди лично видели, как мужчины в военной форме вскрывали дома, расстреливали собак, заходили в дома, магазины, аптеки, склады и выносили-вывозили имущество. Говорится в коллективном обращении жителей Кореневского района Курской области, цитирует «Настоящее время». Российские власти на факты мародерства никак не реагируют. Из-за нехватки живой силы и невозможности полностью захватить Донецкую и Луганскую области Украины, Кремль идет не просто на радикальные, а абсолютно чуждые любому здравому смыслу решения. Госдума России приняла два закона. Первый позволит подписывать контракты с Минобороны не только уже осужденным, но и тем, кто находится под следствием. А благодаря второму уголовные дела, подписавших контракт с Минобороны, сначала будут приостановлены, а затем закрыты. Получается, схема теперь такова. Убил, попал под суд, подписал контракт с Минобороны, освобожден от уголовной ответственности. С точки зрения теории уголовного права, это катастрофа. Потому что у нас основная задача уголовного права вообще создания каких-либо наказаний – это исправление подсудимого. Когда исправление достичь никоим образом не удается, его просто вместо исправления отправляют на фронт, на котором, мы понимаем, никакого набора процедур для цели исправления не существует. Это все будет только ухудшать вообще ситуацию в России. Если эти люди будут дальше возвращаться, в том числе, например, получая госнаграду, то вообще вся эта уголовная ситуация и количество преступлений, которые эти люди будут совершать, будут только расти. Артем Клыга – юрист в интервью «Настоящему времени». Полностью уголовное преследование прекращается после получения госнаграды, окончания так называемой специальной военной операции или утраты жизни или здоровья. Юлия Грановская для телеканала «Фридом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова